Ат-таклид, то есть слепое исследование. Ат-таклид, ат-таклид улюхатам. Что такое токлид в арабском языке? Вод-у-л-киляда фил-унук. Это когда на шею животного делается что? Накладывается какая-то веревка, так? После которой ее тянут туда, куда нужно. Вас-силахна в терминологии. Ит-тиба-кавли-л-гайр беля-худжа. Это исследование за словом кого-либо без требования довода. То есть ты не знаешь довод ученого и следуешь за ним. Это является чем? Токлидом. Токлид порицается или побуждается к нему? Токлид является порицаемым, так? Более того, шейх Мухбель часто повторял. Тот, который слепо следует за кем-либо из ученых, не требует довода, не является салифитом. В каком смысле не является салифитом? Не в том смысле, что его выводят из салифии из-за этого, так? Но в том смысле, что его действия не похожи на действия праведных предков. Так как они не следовали за кем-либо слепо, за кем-либо слепо, не требуя довода. И даже такой человек, что обязан спрашивать довод, так или нет, не просто слепо следовать. Если он сам не понимает, какой ответ в этом вопросе, он должен спрашивать ученого об этом вопросе и спросить у него довод. Какой довод у тебя на это, так или нет, а не просто спрашивать и следовать за этим. Без разницы, есть у него довод или нет у него довода. Говорит, спросите у обладающих знаний, если сами вы не знаете. В смысле, спросите у обладающих знаний о чем? О знании, то есть о доводе из Хур'ана и Сунны, а не просто об их мнении. Так или нет, потому что мнение ученых в религии не является доводом. Говорит, у Аль-Мазаева Аль-Маншура Арба, и всего известно 4 мазгаба на сегодняшний день. Аль-Мазаева Аль-Ханафи, во-первых, это ханафийский мазгаб, во-имаму Абу-Ханифа Нуман ибн Сабет, его имамом является Абу-Ханифа, которого звали Нуман ибн Сабет. Имам Ахлили-Арак, он был имамом жителей Ирака, родился в 80-м году и умер в 150-м году. Аль-Малики, маликинский мазхаб, во-имаму Абу-Абдилля Малик ибн Анас, его имамом был Абу-Абдилля Малик ибн Анас, имам Дар-Уль-Хижра, имам Медины, родился в 93-м году и скончался в 179-м. Третий мазхаб шафиитский, его имам Абу-Абдилля Мухаммад ибн Адриса Шафии, родился в 150-м, скончался в 204-м году хижры. И четвертый мазхаб это ханбалицкий, его имам это Абу-Абдилля Абу-Абдилля Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль, родился в 164-м и скончался в 241-м году хижры. И в это еще есть другие мазхабы, так и на самом деле брат мазхабов очень много, так и просто эти четыре наиболее известны в наши времена. Камадов от Благерей, как например Забзагиритов, Зайдитов, Суфиания, то есть те которые следуют за Суфианом и Саури, Благерихим и других. Что касается Зайдитов, то они в основном следуют кому? За кем? За ханафитами, так или нет? То есть Зайдиты это больше определение группы, которые являются шиитами, так или легкая форма шиизма. И как говорят здесь, Рафидиты дайте нам любого Зайдита, мы вам через полгода превратим его в Рафидита, так или нет? И на самом деле сегодня, что Йемен переполнился Рафидитами, которые раньше были Зайдитами. Говорит, И у каждого берется из его слов то, что является истиной. Видишь или нет? Не берется просто его мнение, а берется то, что является истиной. А что является истиной? То, что соответствует с Курану и Суньей. И оставляются его слова, если они являются ошибочными. И безошибочность принадлежит только книге Аллаха и Суньей Его Посланника, и не принадлежит кому-либо из обладателей знаний. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал нас из тех, которые твердо держатся за книгу Всевышнего Аллаха и Суньей Его Посланника, внешне и внутренне. И чтобы Он упокоил нас на этом, то есть умерзвил нас на следовании Курану и Суньей. И чтобы опекал нас Всевышний Аллах в этой жизни и в следующей. И чтобы Он не свел наши сердца с прямого пути после того, как повел нас по Нему. И чтобы Он наградил нас милостью от Себя, поесть Него награждающий. И на этом завершилось преподавание этой книги. Этот вопрос мы также рассмотрим, просто зачитав слова шейха Ибн Усаймина. И затем все эти вопросы встретятся уже в другой книге, какой? Так как это непосредственно вопрос усули-фикх. Что такое иджма, что такое таклид, что такое разногласие в вопросах фикха и так далее. Это все у нас встретятся, будем разбирать подробно в той книге, которая выделена для этого специально. Говорит, что имеется ввиду, что разногласие в вопросах фикха не порицается. Имеется ввиду, что это порицание вышло из хороших намерений у аштихад. И из аштихада этих имамов, так или нет. То есть они не хотели противиться Аллаху и его посланнику. И все эти четыре имама хотели что делать? Хотели постигнуть истину. И получилось разногласие по многим факторам. До кого-то не дошел хадис, кто-то считал это хадис слабым, кто-то считал это хадис мансух, кто-то считал, что есть довод более сильный и тому подобное. То есть множество есть причин, по которым возникает разногласие в вопросах фикха. И эти разногласия не произошли из-за следования страстям и тому подобное. К тому же эти разногласия происходили во времена пророка, и посланник Аллаха не порицал сподвижников за эти разногласия. Ведь пророк сказал, когда отправлял своих сподвижников на военный поход в сторону племени Бану Курайза, сказал Пусть ни один из вас не прочитает намаз Аср, не совершит намаз Аср, кроме как, когда приедет в селение Бану Курайза. Для чего это посланник сказал, для того, чтобы они поторопились в этом военном походе и не затягивали его. И говорит, что время намаза наступило до того, как они добрались до этого селения. Некоторые из них отложили совершение намаза, говоря, что мы прочитаем его только тогда, когда дойдем до Бану Курайза. Понятно или нет? А некоторые прочитали по дороге, так как сказали, посланник Аллах не имел в виду, чтобы мы прочитали Аср после того, как выйдет его время. А просто хотел от нас, чтобы мы поторопились в этом военном походе. И прочитали его вовремя, но в пути, не достигнув еще Бану Курайза. И пророк, когда до него дошло, это действие его сподвижников не порицал ни одну из сторон. И этот хадис приходит имама Бухари. Говорит, А также подобные разногласия были среди сподвижников. И они были лучшими из людей, которые когда-либо были выведены для людей. И эти разногласия не должны приводить к вражде и к ненависти. Понятно или нет? То есть вопросы фитха, разногласия в вопросах фитха, тем более, если в этих вопросах есть, что доводы у обоих сторон не должны приводить к вражде и к разногласиям. Другой вопрос, если в вопросе есть явный довод и нет ничего, что ему противоречит, то этот вопрос уже тот, из-за которого может возникнуть вражда, если ты видишь, что человек явно не принимает довод. Понятно или нет? Просто потому, что он следует за кем? За своим имамом. Мы говорим, этому имаму прощается его ошибка и он за это получит награду. Так или нет? Потому что он, возможно, не знал этот довод или считал, что есть более сильный довод и тому подобное. А что касается тебя, то твое следование, за твое следование слепое ты получишь наказание, так как ты обязан следовать за кем? За посланником Аллаха, а не за кем-либо из людей, кроме... Говорит... И эти разногласия не должны приводить к разделению среди мусульман, в отличие от вопросов каких основ. То есть, если есть вопросы религиозные, то в этих вопросах, точнее, что религиозные, вопросы идеологические, и в них человек противоречит, то это приводит к чему? К разногласию, к ненависти и к вражде. И те, которые разногласят в вопросах фикха, восхваляются за то, что они разногласят. То есть, что имеется в виду? Это не имеет в виду то, что они восхваляются за то, что они разногласят. Так? Потому что разногласия само по себе не восхваляются. Фейнна литтифа хайру мингу. Потому что единогласие лучше, чем разногласия. Ва инна мальмурад биги. Но здесь имам Ивна Кудама имеет в виду, что... На физзам ангу. То, что человек не порицается за это разногласие. Понятно ли нет? Что... И то, что каждый из имамов, что... Восхваляется за его мнение. Ляну мучтагидун фиги. Потому что он приложил усилия для достижения истины в этом вопросе. Муридун лил хақ. Он желал истины. Фау махмудун аля ищихадии. То есть, он за это похваляется. За то, что делал ищихад. Ва тиба мазагара лау минал хақ. И за то, что он последовал за тем, что посчитал истины в этом вопросе. Ва инкана кад ла юсибал хақ. Даже если он в этом вопросе ошибся. Понятно ли, что значит они восхваляются за разногласие. Не за само разногласие они восхваляются. А из-за того, что они желали постигнуть истину. Хотя основа то, что разногласие это что? Зло. И оно порицается. А что касается слов имам имна Кудама аль-Махдиси инна лихтилах фильфуруй арахма. То, что разногласие вопрос ответвления имеется ввиду в вопросах фитха. Так и говорить о том, что религия делится на ответвлении и на основу. Не совсем правильно, как мы уже говорили. И что касается имама имна Кудама. когда он говорит, что разногласия в вопросах фикха являются рахмой, милостью, не то, что разногласия являются широкой милостью, говорит имам Ибн Усаймин, то есть имеется в виду то, что они все равно находятся под милостью Аллаха. То есть Всевышний Аллах не накажет их за это разногласие. Почему? Потому что каждый из них хотел достичь истину. И Всевышний отнесется к ним снисходительней, иншаллах. Потому что Всевышний Аллах не заставляет человека делать то, больше того, что он способен. И не заставляет делать человека больше, чем он выяснил. То есть он выяснил, что в этом вопросе истина такая-то, или посчитал, что истина такая-то, он за это получит награду. Поэтому нет проблемы за это разногласия. В нагласиях они входят под общую милость Аллаха, в афуге и его снисходительность. И на сабу фальгум ажран, если они достигли истины, то им две награды, а если же ошиблись, то им одна награда. Понятно или нет? Говорит, единогласное мнение и постановление относительно него, что такое ежма в рабском языке? Это твердая убежденность и единогласие. Это единогласное мнение ученых-мучтахидов из общины Мухаммада относительно какого-то постановления шариатского и это после жизни пророка так или нет? То есть во время пророка не говорится ежма, так как достаточно нам слов посланника Аллаха, так как это является доводом самостоятельно. Что касается ежма, то во время жизни посланника в ежмане не было нужды, так или нет? Говорит, что в этом вопросе есть ежма, так как у нас в этом вопросе есть довод от посланника Аллаха. Поэтому ежма бывает после жизни пророка и единогласное мнение мусульман является доводом. И нужно здесь отметить то, что единогласное мнение среди мусульман невозможно, кроме как во времена жизни сподвижников. И этот вопрос мы также более подробно разберем во время изучения книги Если вы разногласите в чем-либо, то верните это к Аллаху и к его посланнику. То есть к чему это? То, что если вы не разногласите, то не нужно возвращать к Аллаху и к его посланнику. Понятно ли нет? Так как это само по себе уже довод. Так если все мусульмане согласны на каком-то мнении, то все, это довод от Всевышнего Аллаха и его посланника. Так как Всевышний Аллах не собирает эту общину на заблуждение. И потому что пророк сказал, вся моя умма полностью никогда не соберется на заблуждение. Понятно ли нет? Раваху тирмидит, хадис перед этой мамой тирмидит, и хадис является достоверным. И последний раздел, небольшой так, который разбирается в этой книге, называется Ат-Таклид. То есть слепое следование. Ат-Таклид, ат-Таклиду, люхатам. Что такое таклид в арабском языке? Вод-у-л-киляда фил-унук. Это когда на шею животного делается что? Накладывается какая-то веревка, так? После которой ее тянут туда, куда нужно. Вассилахна в терминологии Ит-тиба-кавлил-гайр беля-худжа. Это следование за словом кого-либо без требования довода. То есть ты не знаешь довод ученого, и следуешь за ним, это является чем? Таклидом. Таклид порицается или побуждается к нему? Таклид является порицаемым, так? Более того, шейх Мухбель часто повторял Аль-Мукаллиду лейсаби салифи. Тот, который слепо следует за кем-либо из ученых, не требует довода, не является салифитом. В каком смысле не является салифитом? Не в том смысле, что его выводят из салифи из-за этого, так? Но в том смысле, что его действия не похожи на действия праведных предков. Так как они не следовали за кем-либо слепо, за кем-либо слепо, не требуя довода. И даже такой человек, что обязан спрашивать довод, так или нет, не просто слепо следовать. Если он сам не понимает, какой ответ в этом вопросе, он должен спрашивать ученого об этом вопросе, спросить у него довод. Какой довод у тебя на это, так или нет, а не просто спрашивать и следовать за этим, без разницы. Есть у него довод или нет у него довода. Говорит, спросите у обладающих знаний, если сами вы не знаете. В смысле, спросите у обладающих знаний о чем? О знании, то есть о доводе из Курана и Сунны, а не просто об их мнении. Так или нет, потому что мнение ученых в религии не является доводом. Говорит, у Альмазаев Альманшура Арба, и всего известно 4 мазгаба на сегодняшний день. Альмазаб Альханафи, во-первых, это ханафийский мазгаб, Его имамом является Абу Абханифа, которого звали Нуман Ибн Саббит. Имам Ахлили Арак, он был имамом жителей Ирака, родился в 80-м году и умер в 150-м году. Аль-Малики, маликицкий мазгаб, во-имаму Абу Абдилля Малик Ибн Анас, его имамом был Абу Абдилля Малик Ибн Анас, имам Даруль Хижра, имам Медины, родился в 93-м году и скончался в 179-м. Третий мазгаб шафиитский, его имам Абу Абдилля Мухаммад Ибн Юдрис Аш-Шафии, родился в 150-м, скончался в 204-м году хижры. И четвертый мазгаб это ханбалицкий, его имам это Абу Абдилля Абду Абдилля Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль, родился в 164-м и скончался в 241-м году хижры. И в это еще есть другие мазгабы, так и на самом деле брат мазгабов очень много, так и просто эти четыре наиболее известны в наши времена. Камазаба Злагирей, как например Заб Загиритов, Зайдитов, Суфиания, то есть те, которые следуют за Суфианом и Саури, Вагирим и других. Что касается Зайдитов, то они в основном следуют кому? За кем? За ханафитами, так или нет? То есть Зайдиты это больше определение группы, которые являются шиитами, так или легкая форма шиизма. И как говорят здесь, Рафидиты дайте нам любого Зайдита, мы вам через полгода превратим его в Рафидита, так или нет? И на самом деле сегодня, что Йемен переполнился Рафидитами, которые раньше были Зайдитами. Говорит, И у каждого берется из его слов то, что является истиной. Видишь или нет? Не берется просто его мнение, а берется то, что является истиной. А что является истиной? То, что соответствует Курану и Суни. И оставляются его слова, если они являются ошибочными. И без ошибочность принадлежит только книга Аллаха и Суни Его Посланника, и не принадлежит кому-либо из обладателей знаний. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал нас из тех, которые твердо держатся за книгу Всевышнего Аллаха и Суни Его Посланника, внешне и внутренне. И чтобы Он упокоил нас на этом, то есть умерзвил нас на следовании Курану и Суни. И чтобы Он не свел наши сердца с прямого пути после того, как повел нас по Нему. И чтобы Он наградил нас милостью от Себя, поесть Него награждающий. И так как этого достоин, что И на этом завершилось преподавание этой книги. Третий мазах шафиитский, его имам Абу Абдилля Мухаммад Ибн Идрис Аш-Шафи, родился в 150-м, скончался в 204-м году хиджры. И четвертый мазах это Ханбалитский, его имам это Абу Абдилля Абдилля Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль, родился в 164-м и скончался в 241-м году хиджры. И в это еще есть другие мазхабы, так и на самом деле брат мазхабов очень много, так и просто эти четыре наиболее известны в наши времена. Камадов от Благирей, как например Мазар Загиритов, Зайдитов, Суфиания, то есть те, которые следуют за Суфианом и Саури, Благирим и других. Что касается Зайдитов, то они в основном следуют кому? За кем? За ханафитами, так или нет? То есть Зайдиты это больше определение группы, которые являются шиитами, так или легкая форма шиизма. И как говорят здесь, Рафидиты дайте нам любого Зайдита, мы вам через полгода превратим его в Рафидита, так или нет? И на самом деле сегодня что, Йемен переполнился Рафидитами, которые раньше были Зайдитами. Говорит, у каждого берется из его слов то, что является истиной. Видишь или нет? Не берется просто его мнение, а берется то, что является истиной. А что является истиной? То, что соответствует с Кураном и Суни. И оставляются его слова, если они являются ошибочными. И без ошибочность принадлежит только книге Аллаха и Суни Его Посланника, и не принадлежит кому-либо из обладателей знаний. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал нас из тех, которые твердо держатся за книгу Всевышнего Аллаха и Суни Его Посланника, внешне и внутренне. И чтобы Он упокоил нас на этом, то есть умерзвил нас на следовании в Курану и Суни. И чтобы опекал нас Всевышний Аллах в этой жизни и в следующий. И чтобы Он не свел наши сердца с прямого пути после того, как повел нас по нему. И чтобы Он наградил нас милостью от Себя, поесть Него награждающий. И на этом завершилось преподавание этой книги. Субханакаллаху мабихамдик. Ашхадуаллахилляхилляхилляхамтастагфираллаху аатулвилейх. И на этом завершилось преподавание этой книги. Субханакаллахима бихамдик. Ашхадуаллахилляхаламтастагфираллаху аатулвилейх. Субтитры создавал DimaTorzok